У нас сегодня с вами небольшой вебинар на 45 минут примерно по применению логических функций. Часть вторая из цепочки. Функция «Если логические связки и или». Меня зовут Сидорова Елена Владимировна. Здесь на слайде вы видите мой электронный адрес. Это для тех, кто на вебинаре, можете его себе зафиксировать, чтобы прислать запрос на материалы. Ну и, соответственно, кто в аудитории, тоже можете написать. Если какие-то вопросы будут по семинару, потом через полгода вспомните, да, или по каким-то другим темам, можете тоже писать. В специалисте я веду курсы по направлению Excel, Word, PowerPoint. Что касается наших вот этих семинаров по теме функции «Логические если». Первый семинар уже прошел. К сожалению, мы думали, что эта цепочка будет на протяжении всего этого года там раз в два месяца, но вот вторая часть сегодня фактически больше, чем полгода прошло. Поэтому, если кто-то не в курсе про первую часть, значит, что можно будет сделать? Можно будет прямо вот в этой презентации, она у вас будет там в папочках, щелкнуть по ссылке, либо сделать следующее. Зайти к нам на сайт, найти страничку мою как преподавателя, вот, и здесь будет ссылочка видео. Вот она, первая ссылка на первую часть нашего, так сказать, цепочки нашего курса. Сегодня мы говорим про логические связки и или. Следующая часть, уже заложенная 7 октября, будет по вложенным функциям «Если в если». И 3 декабря функция «Если» с категорией ссылки «Массивы». Там уже будет по полтора часа, возможно, какая-то из частей, там, может быть, пятая, будет включена в один из этих семинаров. А может быть, просто расширим задачи, количество задач. Сегодня мы поговорим о логических связках, о использовании функций «Если» с логическими связками, ну и, соответственно, несколько примеров будет. И начнем мы работать с файликом экселевским, который называется «Задание к семинару». Логические связки. Ну, во-первых, чуть-чуть еще вспомним про логику. Любое выражение, которое ссылается на условия, имеет свою таблицу, так сказать, истинности. Ну, то есть, если мы спрашиваем «Москва – столица России», да, мы делаем вывод какой? Да, столица – это значит условие истины. Если, допустим, я проговариваю «Лондон – столица Франции», мы говорим «нет», да? То есть, Лондон – это столица Великобритании, согласны? То есть, это условие говорит о том, что оно не выполняется, то есть, оно ложно. То есть, любая составляющая логического выражения приводит к тому, что мы говорим «выражение истинно» или «выражение ложно». Вот это две позиции истинности. В Excel мы с вами пользуемся условиями и логическими операторами сравнения при установке условий. Это равно, не равно, больше, меньше и так далее. Ну, например, вот здесь вот у меня присутствуют три ячейки D1, E1 и F1, заполнены какими-то данными. Ну, давайте вот это сотрем и поставим первое условие. В ячейке D2 условие будет такое. Ячейка D1 равна нулю, ячейка пустая. Для Excel пустая ячейка и нулевая ячейка – это одно и то же. Поэтому при нажатии на Enter мы увидим в ответе истина. То есть, условие выполнилось. Теперь по поводу ячейки E1. Вопрос будет такой. Равно ячейка E1, ну, допустим, поставим условие больше 10. Вопрос. Ячейка E1 больше 10? Да. При нажатии на Enter мы увидим снова истину. Ну, и третий вопрос отдадим. По ячейке F1. Вопрос будет такой. F1 равна и две кавычки ставлю. Две кавычки для Excel – это текстовая пустота. То есть, мы говорим, ячейка F1 пустая, текстовая. Что в ответе будет? Ложь. Это текст, но не пустой. Согласны? То мы с вами при нажатии на Enter получаем ответ ложь. То есть, любое из вот этих вот условий получает либо истинно, либо ложь в ответе. Если у нас с вами исходные данные будут меняться, ну, например, в ячейке D1 я напишу какое-то значение, соответственно, она будет уже не нулевая и в ответе будет ложь. Если я ячейку, допустим, E1 обнулю, то есть удалю данные, то эта ячейка будет пустая, соответственно, она не больше десяти и снова будет ложь. Возвращаю эти данные назад. Теперь по поводу того, когда нам с вами необходимо проверить два или несколько условий одновременно. В этом случае используются логические связки. Их две в Excel – это и и это или. Вот. Давайте посмотрим на продолжение, на вот эту вот табличку. Сейчас я это пока обнулю тоже. Пусть будет у нас в исходнике три условия. Условие А, условие В, условие С. Вы можете вот это пока просто смотреть, не обязательно за мной повторять. Итак, любое условие, как мы уже сказали, дает два варианта – либо истинно, либо ложь. Три условия, значит, у нас будет с вами два в третьей степени, восемь всего результатов возможных. И я сейчас создаю. Первый вариант какой? Три истины, то есть все три истины. Второй вариант – две истины, одна ложь. Третий вариант – следующая пара истины и одна ложь. Дальше, простите. Еще одна пара истина и ложь. А дальше по истинности идет только одно из условий. Дальше я прописываю слово истина. И может быть, кто в курсе, когда в выделенном диапазоне заполняется первая ячейка, Ctrl-Enter распространяет эти значения на весь диапазон. И так, на всякий случай. Теперь мне надо все остальные вот эти вот ячейки заполнить позиции ложь и добавляя три лжи еще в последнем. То есть то же самое выделяю, пишу ложь, Ctrl-Enter, заполняю табличку. То есть вот так я заполнила все возможные варианты истинности на наши вот эти три условия. Теперь, когда у нас с вами функция и будет связывать три вот эти условия, то и говорит о чем? Истина будет только в том случае, если все три истины. Если хотя бы одну ложь увидим в строчке, то это будет в ответе ложь. Смотрите, что я пишу. Я пишу функцию и и проставляю ссылки на каждую из этих ячейок. То есть и первая, и вторая, и третья. Если в функции мы не пишем условия больше, меньше, равно, не равно, то есть А5 равно истина, В5 равно и так далее, то данная функция воспринимает вот это значение как сообщение А5 равно истина. Так вот, истина, истина, истина в ответе будут давать, как мы уже с вами забрали, истину. Если мы эту формулу скопируем вниз, то он будет подтягивать, соответственно, вот эти позиции. И как мы, опять же, уже выяснили, что если хотя бы ложь в строке, значит и даст тоже ложь в ответе. То есть истина дает и только в том случае, если все условия выполняются. Теперь, что касается или. В каком случае или даст истину? Да, про или часто говорят, хотя бы одно из условий должно выполняться. То есть если где-нибудь в этих строчках есть истина, значит и вся строка истина. И ложь будет только в том случае, когда все три условия не выполняются. Проверяем. Пишу или. И снова те же самые условия. А5, В5, С5. Завершаю. И то, что мы с вами только что проговорили. Истина для или будет всегда, кроме того случая, когда все условия не выполняются. То есть вывод какой делаем. Для и истина только в одном случае, когда все условия, когда все условия выполняются. Когда все условия выполняются. А для или ложь только в одном случае, когда все условия не выполняются. Все условия не выполняются. Вот такая вот картина. И если мы с вами вернемся вот к этой первой задаче, у нас с вами две истины, одна ложь. Что будет показывать условие И? Ложь, потому что одна из них неверная, а или истина, потому что две истины уже есть. Если я проверю ячейки через И, соответственно, первая ячейка, вторая и третья дает ложь, и через ИЛИ первая ячейка, вторая и третья дает истину. Вот, то есть наши с вами позиции были выведены правильно. Значит, на всякий случай, если кому-то интересно вот это вот подкрашивание, видите, меняется. Вот мы можем проверить, вот истина, ложь, ложь, истина, соответственно. Это условное форматирование. Условное форматирование через управление правилами. Можете подсмотреть. Но здесь было поставлено какое условие? Одновременно должно выполняться, что вот эта ячейка должна совпадать с ячейкой и столбиками А, вот эта ячейка, столбиками В, и вот эта со столбиком С. Ну, то есть три условия А, В, С. Вот они здесь прописаны. Если будет интересно, можете дома зайти, посмотреть, разобраться и, соответственно, узнать, почему он подкрашивает. Итак, это небольшая, как бы так, теоретическая часть. Вспомнили. Теперь по поводу примеров. Примеров на использование функции и или, может быть, много в жизни. Я взяла три ситуации. Первая ситуация такая. Открывайте пример один. Задача была из жизни. То есть ко мне однажды подошла слушательница и сказала, вот у меня есть какие-то там формы или объекты, которые должны попасть в какой-то определенный промежуток размеров. И нужно узнать, совпадают размеры с нужным промежутком, ну, как там допуски какие-то, да, по деталям, или не совпадают. Так вот, здесь мы можем тоже попасть на решение через функции условного, вот этого вот, простите, функции и или, логических связок. То есть что значит, что число 79 должно попасть в какой-то промежуток. Оно должно быть одновременно больше первого значения, но меньше второго. Ну, еще и равенство туда подходит. То есть как проверить, попадает ли наше число в первый интервал? Мы должны проверить два условия. Первое условие. Ячейка должна быть больше либо равна ячейке B1. Причем фиксированная B1, потому что при копировании вниз у нас интервал должен находиться в тех же самых значениях. Дальше. Точка с запятой. Переход к следующему аргументу. Второе условие. Это же число должно быть меньше либо равно верхней границы, сотни. Тоже фиксированный. Но если я сейчас завершу формулу, программа скажет, я не знаю, как ее обработать, потому что вы поставили два условия, но не сказали, через какую функцию их связывать. Поэтому данная формула начинаться должна с функции логической связки. Мы сейчас ставим И или ИЛИ. И одновременно, да? И больше равно 85 и меньше либо равно 100. Поэтому функция И. Открывается скобочка. Пишется первое условие, точка с запятой. И второе условие. Скобка закрывается. Завершаем формулу и ее копируем. В данном случае мы видим, что только три числа попадают в промежуток первого интервала. Понятно, как происходит? Теперь, что у нас будет, если мы хотим интервал 2 проверить? Формула будет похожая на вот эту. Только изменяться будут границы. Не из первой строчки, а из третьей будут браться. На всякий случай я напоминаю, как быстро раскопировать формулу, чтобы не сбросить ссылки. Значит, смотрите. Встаете в первую формулу. В строке формул выделяется текст, копируется, нажимается Escape. И вставляется вот в эту ячейку, можно сразу в эту ячейку, чтобы потом изменить только интервалы. Теперь, заходя в первую формулу, двойным щелчком мы видим, как программа выделяет разными прямоугольниками разноцветными наши исходные данные. Смотрите, что произойдет. Число у нас остается в этой же ячейке, а границы вот эти, они должны спеститься вот сюда. Можно взять и поменять номера строк вручную, а можно просто вот эти прямоугольнички вот так вот границы перетащить вниз. То есть поменять ссылку на ячейки B3 и C3, соответственно. Итак, условия у нас. Одновременное выполнение условия того, что число находится в промежутке больше равно 101, один, но меньше равно 120. Завершаем. Видим, что снова первое число не попадает в промежуток, а некоторые из ниже стоящих, и их почему-то получилось снова три случайно, они попадают в этот промежуток, то есть они у нас находятся во втором интервале. И аналогично третью формулу я точно так же перемещаю вот эти вот прямоугольники вниз, чтобы получить ссылку на третий интервал. Ну и здесь тоже свои истины. Вот, остаются некоторые позиции, там, где везде ложь, это либо значение, которое меньше 60 самого маленького, либо больше 120 самого большого. То есть вот они у нас такие вот остались. Итак, таким образом мы проверяем попадание в один промежуток. Но была еще такая задача. Как проверить попадание одного и того же числа в два промежутка? Ну, например, первый промежуток у нас дает, допустим, там, длину, а второй промежуток дает ширину. А длина и ширина, ну, задается каким-то числом. Ну, или еще какие-то другие причины. Итак, давайте подумаем, как у нас с вами должна измениться формула. Значит, смотрите, у нас и первый интервал должен попасть, и третий. То есть у нас снова будет и, да? И прокручиваться будет четыре условия. И попадание вот в этот, и вот в этот. Я не буду делать такое условие, как заранее определять минимум и максимум, да, и, соответственно, попадать уже вот в этот большой промежуток. Пусть попадает вот внутрь. Итак, в нашем случае... Да, Святослав, интересное решение, но надо посмотреть на результат. То есть второй или, или первый, или второй. Получается. Итак, значит, у нас с вами снова будет использоваться функция И, как одновременное попадание. И мы должны сказать, что наше число должно быть больше 60 и больше 85, но меньше 100 и меньше 90. Значит, ячейка больше равна значению 85. Точка с запятой, переход к следующему аргументу, к следующему условию. Та же самая ячейка должна быть больше, либо равна, чем 60. Ячейка В5. Да, ячейки В1 и В5 нужно фиксировать. Третье условие. Та же ячейка должна быть меньше, либо равна С1, фиксированной. И она же должна быть меньше, равна числу 90, ячейки С5, тоже фиксированной. Максимальное количество условий, которые может проверить функция И или, 255. То есть 4 условия или 6 условия – это еще так, цветочки для функции. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, что произошло. В первый интервал попадало 3 значения, во второй попадало 3 значения, а в первый и третий одновременно попало только 2, где и в первом, и в втором у нас стоит с вами истина. Вот эти вот два значения выпали, потому что здесь первое не выполняется, второе выполняется, а здесь второе не выполняется, первое выполняется. То есть мы говорили, хотя бы одно не выполняется, для И это уже плохо. Вот таким вот образом мы с вами можем использовать функцию И для того, чтобы проверить, попало или не попало. Но эта функция точно так же, как функция Или, она не дает больше никаких ответов. Чаще всего мы с вами в диапазонах не привыкли, в наших таблицах не привыкли видеть логические ответы. Нам все-таки нужно, чтобы что-то конкретное получилось. Конкретные значения, результаты каких-то вычислений, текстовые сообщения и так далее. Так вот, мы сейчас с вами эту задачку продолжим. И условие у нас с вами будет вот такое. Если у нас ячейка попадает в первый интервал, то должно вывести значение 85, иначе ничего не выводить. И решим это все вот в этом столбике H. То есть у нас подключается к нашим вот этим двум условиям функция Если, которая дает ответ. И данная формула с нее и начинается. Равно Если. Дальше у функции Если три аргумента. Первый аргумент – это логическое выражение, условия, которые мы должны проверить. Второй аргумент – что делать, если условия или условия выполняются, то есть если истина. И третий аргумент – что делать, если условия или условия не выполняются, если ложь. В нашем случае, если ложь будет пустота, две кавычки мы поставили. Если истина, то значение у нас будет с вами 85, а условия нужно нам проверить 2. И я сюда же включаю эту формулу, которую мы писали вот здесь в интервале 1. То есть если и первая часть число 79, ячейка B9, больше, либо равно значению 85. Левая граница первого промежутка. Фиксируем. Дальше. Точка с запятой. Одновременно с этим то же самое число 79 должно быть меньше, либо равно значению 100. И эту чейку тоже фиксируем. Больше у нас условий нет. Для проверки первого интервала скобку для И закрываем. И наша с вами вот эта подсказочка переводит нас снова на функцию И. Если и говорит, скажите, что делать, если истина. То есть мы ставим снова точку с запятой, переход к следующему аргументу. Если интервал первый, то мы берем нижнюю границу этого интервала 85. Можно руками проставить, можно сослаться на ячейку. Иначе точка с запятой. Мы должны показать пустую ячейку. Для этого мы в формуле вводим две кавычки подряд, без пробела внутри. Просто две кавычки. Означается пустота. И закрываем скобочку для если. Итак, если условия выполняются, то 85, иначе пусто. И давайте посмотрим, что у нас получится в результате, если мы эту формулу скопируем. Там, где у нас с вами были истины в первом интервале. Первая истина, вторая и третья. Вот они, значения 85. Все остальные ячейки получились пустыми. Понятно, да, что происходит? Для второго интервала, если ячейка попадает во второй интервал, то 120. Я сейчас немножко схитрю. Я сделаю следующее. Вот эту формулу для ячейки D9 скопирую снова через строку формул. И вставлю вот сюда. И получается, что функция и с условием у нас уже прописана. А дальше эту формулу доработаю так. Впереди напишу если. Так, не успела переключиться на английский, вернее, с английского языка. Итак, если условия прописаны, если условия выполняются, то точка с запятой. Ну и допустим, я сейчас возьму 120 из ячейки. Ячейку нужно зафиксировать, потому что она одна для всех. А иначе точка с запятой. И снова ставлю две кавычки, как отражение пустоты. И закрываю скобочки. Итак, если два условия попадания на второй промежуток выполняются, то мы даем значение 120 максимально из этого промежутка, иначе даем пустоту. По поводу третьего интервала. Идея понятная? То есть будет то же самое, только в ответе у нас будет не просто конкретное значение, а среднее значение между двумя. То есть еще одну функцию добавим внутрь. Значит, снова интервал 3. Формулу копирую, вставляю, добавляю впереди функцию «если». Если наши условия выполняются, то точка с запятой. Мы должны посчитать среднее арифметическое вот этих двух значений 60 и 90. Среднее арифметическое – это наша функция «sr-знач». И можно выделить диапазон 60 и 90. Его нужно тоже зафиксировать, потому что ссылки одинаковые для всех формул. Скобочку закрываю. Иначе точка с запятой. Снова будет две кавычки, две текстовые пустота. И смотрите, насколько у нас с вами усложняется формула по шагам. Сначала через «и» мы проверили условия, потом добавили функцию «если». Если условие выполняется, то делай так, иначе делай так. И в любом из вариантов «истинный» или «лож» мы можем выполнять дополнительные вычисления, где можем использовать другие функции, например, функция среднего значения. В предыдущих позициях можно было вот здесь вместо, допустим, 85 написать минимум из вот этих двух чисел. Вот здесь написать в этой формуле максимум из этих двух чисел, берем, ну и так далее. То есть можно делать расчеты. Вот. Ну и последняя формула в этом кусочке у нас с вами. Если число попадает в интервал и в первый, и в третий, нужно посчитать среднее между числами 60 и 100, то есть самым маленьким из вот этих четырех и самым большим из этих четырех. Вот. В формулу снова копирую, где условия прописаны. И добавляю функцию «если» с выводом в положительном случае снова среднее значение SR-знач между ячейками 60 фиксированная точка запятой и 100 фиксированная. Вот. А иначе точка запятой будет две кавычки. И смотрим, что у нас с вами получается. Вот два значения 80. Кстати, у меня пришла шальная мысль. А давайте в противном случае мы посчитаем среднее значение между числом 85 и 90. Ну, то есть между вот этими двумя границами средними. Тогда мы вместо вот этой пустоты добавляем в функцию SR-знач среднее значение между числом 85 фиксированная и числом 90 фиксированная. И посмотрим, что в этом случае у нас с вами получится. То есть мы с вами получили вместо пустоты другое значение. Как вам формулка? Солидная, да, получается уже? Вот. Можете любые формулы вычисления брать на выходе истинной ложь. Вот. Это у нас с вами была первая задачка, первый пример. Итак, открываем пример вам. Снова один из вопросов, которые часто задавали раньше. Говорит, нам будем вот списки дата определить выходные. То есть субботы и воскресенья. Можно выполнять там покрашивание разными цветами и так далее. Я немножко перефразировала задачу. И мне нужно рядышком в соседнем столбике рядом с датой подписать, что это выходной. Остальные чеки никак не подписывают. Что у нас с вами в этом случае проверяется? Вот. Как определить суббота или воскресенье? Есть такая функция в категории дата и время, которая называется день нет, день недели. Давайте посмотрим, как она вообще работает. Допустим, в чеке C1 я пока напишу условие такое. Равно день нет, день недели. Здесь используются два аргумента. Сначала мы должны показать дату в числовом формате. То есть это наша ячейка A1, где дата прописана. Если я сейчас завершу формулу, он мне скажет, что это третий день недели. И смотрите вот на эти две ячейки. Седьмой и первый. Видите? То есть либо я вот здесь неправильно определила, либо здесь что-то не так. Вот на самом деле не так. Это есть в последней формуле. Потому что есть второй аргумент под названием тип. Когда я ставлю точку запятой, программа мне подсказывает варианты этих типов. По умолчанию стоит единица. Единица соответствует дням недели в порядке от 1 до 7, начиная с воскресенья. Американский стиль работы. Да, воскресенье первый день, суббота седьмой. Православный. А, ну ладненько. Пусть будет православный. Но это не наши русские. Ну как? Ну, православный – это немножко другое. Но мы-то работаем по-другому. Хорошо. Пусть будет так. Итак, мы с вами работаем по принципу двое. Хорошо по советскому. Договорились. Итак, значит, у нас день недели начинает отчитываться от понедельника. Понедельник – первый день, воскресенье – седьмой. Вот. Дальше интересно, смотрите. Дни недели от нуля, понедельника – шесть дней недели. Да, что-то оттуда. Итак, мы с вами должны выбрать для нашего правильного результата вариант двоечку. То есть тип дня недели, тип отчета – двойка. И тогда, обновляя формулу, я получаю правильный вариант. Смотрите. Шестой день – суббота выходной. И седьмой – суббота выходной. Так вот, нам сейчас нужно сказать, что нам нужны либо субботы, либо воскресенье. Это будет и тот, и другой вариант выходных дней. Значит, мы должны условия проверить какое. Полученное число равно шестерке. Это значит, суббота. Или полученное число равно семерке. Это воскресенье. И если хотя бы одно из этих условий выполняется, то это будет выходной. То есть к чему веду? Сейчас мы с вами будем использовать функцию или. Или суббота, или воскресенье. Ну и пока, опять же, по шагам можно сделать. Первое условие будет такое. Значит, функция или включается. Условие. День недели ячейки А2 по типу второму, А1 вернее, равно шести. Это будет суббота. Второе условие. Тот же самый день недели может равняться семерке. То есть мы ставим с вами точку с запятой и снова проверяем. День недели. Дата из ячейки А1, точка с запятой. А вариант исчисления снова второй. Итак, день недели равен семи. Это будет воскресенье в нашем случае. Функцию или закроем. То есть или шестой, или седьмой день. Если я сейчас скопирую нашу формулу, мы получим логические ответы. Ложь и истина. А нам нужно, чтобы было написано, что это выходной. Какую функцию подключаем? Если. Да, впереди мы дописываем если. Вот это наше или будет условиями, которые проверяются. Дальше ставим в конце точку с запятой и делаем вывод в кавычках выходной. Напоминаю, кавычки ставятся в том случае, если мы вводим какое-то текстовое сообщение вручную, так как текстовая константа всегда должна писаться в кавычках. Итак, если условия выполняются, то выходной, иначе точка с запятой. Мы должны оставить ячейку пустой. Если мы не сделаем этот вывод, смотрите, что получится. Там, где истина, будет выходной, а там, где ложь, будет ложь. Поэтому второй вариант решения мы тоже должны предсказать, что мы поставим текстовую пустоту снова в две кавычки. И обновляя нашу формулу, мы получим тот вариант, который в столбике B был как образец прописан. То есть если вам нужно именно прописать, что это выходной, можете воспользоваться этой формулой. Что-то похожее, если мы возьмем вот эту частичку, там, где условия прописывались. Это так, на всякий случай, может, кому пригодится. Нет, равно 6 или равно 7. И на выделенный диапазон дат назначим условное форматирование по правилу, через формулу. И вот эту или нашу включим вот сюда. И скажем, допустим, покрась эти ячейки каким-нибудь там розовеньким цветом, да, или красным. Так, и чего? И чего-то у нас тут не пришло. А, там, наверное, формулы, да? Сейчас, секунду. Не, не, диапазон был выделен. А, все, я поняла. Смотрите, так как я вставляла вручную скопированные фразы, смотрите, что произошло вот здесь. Кстати, иногда такая проблема возникает, нужно ее видеть. Программа скопированную фразу вот здесь вот взяла в кавычки. Вот так. Вот эти кавычки нужно убрать, иначе он читает это просто как текст. То есть я вот отсюда кавычки удаляю, вот так, нажимаю на «Ок», нажимаю на «Применить», вот они, ячейки подкрасились. То есть я поставила то же самое условие через функцию «или», которую мы вот с вами здесь прописали, или день недели шестой, или день недели седьмой, и взяла это все в условном форматировании. Вот. Значит, по праздничным дням вопрос. Праздничные дни вы высчитать, к сожалению, не сможете, а они у вас должны быть где-то в качестве диапазона выписаны. Ну, берем, допустим, производственную календарь, как в интернете, да, выносим, и вот эти даты тогда можете прочитать. Потому что очень сложно у нас, ну, понятно, да, там, 1 января обязательно, 1 мая обязательно, 9 мая обязательно, там, 12 июня обязательно. А все вот это наши переводы, да, если 8 марта на субботу, то мы еще в понедельник отдыхаем, да, вот этого мы предусмотреть не можем. Потом еще наши переносы не всегда логичные, да, распределяют, по-разному. Поэтому по вопросу праздничных дней здесь мы отказываем вам. Итак, во второй задаче понятно? Хорошо. И у нас с вами еще одна задачка. Есть какие-то нормы. Допустим, объем продаж и количество договоров входят в эти нормы. По условиям, если объем продаж у менеджера превысил 85 тысяч, или количество договоров он заключил больше пяти, ну, то есть тогда сумма уже не определяется, ему положены комиссионные в размере двух процентов. Теперь премия тоже рассчитывается в зависимости от этих показателей. Условия. Объем продаж должен быть больше 125 тысяч. И количество договоров больше семи. Здесь одновременно. Если и объем продаж превышает эту сумму, и количество договоров превышает вот это значение, то тогда считается премия. В остальных случаях ни комиссии, ни премии не предусматривается. Ну, и я просто ввела в табличку менеджера в список под номером 1, 2, 3, и наугад проставила какие-то числовые значения. Объем продаж и количество договоров. Вопрос. Положена ли комиссия, если да, ее рассчитать? Второй вопрос. Положена ли премия, если да, ее тоже рассчитать? Сначала давайте попробуем решить вопрос, дадут ли комиссионные и, соответственно, дадут ли премию. Возвращаемся на условия. Комиссионные даются в том случае, если или объем продаж превышает 85 тысяч, или количество договоров больше пяти. Соответственно, мы используем функцию или. При выполнении хотя бы одного условия у нас с вами комиссионные будут. Итак, ячейка D15, первая формула. Или условия. Объем продаж ячейка B15 превышает, то есть больше, значение из ячейки C4. Это значение одинаковое для всех, поэтому ячейку фиксирую. Ставим точку запятой и прописываем второе условие на количество договоров. Ячейка C15, количество договоров, должна быть больше вот этой нижней границы, ячейки C5. И тоже фиксируем. Закрываем или и давайте посмотрим, что нам эта формулка сейчас даст в ответе. Вот, мы видим, сколько человек получит комиссионные и сколько не получит. То есть если ложь не получит, если истинно получит. Теперь давайте попробуем рассчитать. Значит, добавляем функцию если. Если условия выполняются, то мы объем продаж умножаем на ставку комиссионных на 2%. Иначе ставим значение 0. Почему идет сейчас условие, вернее, решение 0, а в прошлых случаях мы ставили пустоту, две кавычки. Потому что здесь, возможно, будет следующая задачка. Сложить комиссионные премии. И часто мы две ячейки складываем через алгебраическое сложение. То есть ячейка плюс ячейка. А алгебраическое или арифметическое сложение не умеет текст складывать с числом. Поэтому здесь мы лучше всего поставим нулевое значение. Итак, добавляем впереди функцию если. Если выполняются наши условия, то в конце ставим точку запятой, то мы берем объем продаж сумму деньги и умножаем эту сумму на ставку комиссионных из ячейки Ц6. Ставка одинаковая для всех, поэтому ее фиксируем. Значит, отвечая на вопрос, фиксированная ячейка ставится через клавишу F4, если забыли. Спасибо за вопрос. Итак, иначе точка запятой. Мы ставим значение 0, то есть комиссионных у нас с вами не будет. Закрываем скобку и копируем нашу формулу вниз. Итак, если условие E хотя бы одно выполняется, то считаем 2% от продаж как комиссионные, иначе 0. Вот такие комиссионные у нас получат наши менеджеры. Теперь по поводу премий. Значит, по условию задачи. Премию даем в том случае, если оба показателя целевые продажи и количество договоров выполняются. То есть объем продажи больше 125 тысяч и количество договоров больше 7. В этом случае мы используем связку и одновременное выполнение. Снова пока проверяем, будет или не будет премия. Итак, и условия. Объем продаж больше. При необходимости, если условие меняется, можете ставить больше либо равно, но в данном случае ставится превысить. То есть необходимо превысить, поэтому больше ставить. Итак, если E, вернее, E, B15 больше 125 тысяч, ячейку фиксируем, точка с запятой. Второе условие. Количество договоров C15 больше семерочки из ячейки C9, тоже фиксируем. Если эти условия выполняются, давайте проверим, что у нас получается. Вот, смотрите, премия будет только одна у нас в данном случае. Итак, если эти условия выполняются, то премию считаем как 1,5% от объема продажи, иначе ставим нолик. Давайте снова допишем. Функция «Если» будет давать нам конечные результаты в наших вычислениях. Если условия E выполняются, то точка с запятой в конце, то мы считаем объем продаж B15 умноженные на ячейку C10 фиксированные. Иначе точка с запятой, премия будет нулевая. И закрываем скобочку. Можно немножечко смягчить наши условия. Допустим, количество договоров поставить не 7, а 5, например. Смотрим. Вот еще один человек с премией появился. Или, допустим, что-нибудь. Объем продаж. Давайте поменяем где-нибудь. Допустим, у менеджера 5 поставим 130 тысяч. И, соответственно, у него пересчитывается комиссия, потому что условие выполнилось, и сумма изменилась, и считается премием. Напоминаю о том, что количество условий, функция «И или» может проверить до 255. Фактически вот эти вот формулы, они будут такие многоэтажные для того, чтобы просмотреть там выполнение 20 условий или там 50 условий, чтобы дать один из вариантов от века. И как, если посмотреть на первую задачку, можно опять же вспомнить о том, что мы можем задавать условия интервалами. То есть, если, допустим, вот здесь значение объема продаж от 120 тысяч до 130, то премию считаем как 1,5%, а свыше 130 тысяч даем там 5% премии, например. Да? То тогда у нас что будет с вами? Что изменится? Мы будем с вами проверять условия попадания вот этого значения B15 в промежуток больше равно 125, но меньше равно 130. Да? Дальше проверяем количество договоров. Если это условие выполняется, то будем считать как 1,5%. А вот дальше возникает вопрос, как выделить 5% и 0. То есть у нас же два варианта еще остаются. Кто-то получит премию 5%, а кто-то 0%. Вот в этом случае добавляется вторая функция, если вот на эту позицию вместо 0 пишется либо 5%, либо 0. И как раз об этом у нас с вами речь пойдет на следующем этапе 7 октября в вложение функции если в если. То есть там мы можем с вами предусмотреть возможность написания одной формулы при наличии там до 65 разных вариантов ответов. То есть здесь будет 3, 1,5%, 5% и 0, да? А там до 65 можно будет включать. На этом наша сегодняшняя тема будет завершаться. Я напоминаю, свой электронный адрес, да, если будут какие-то вопросы или желание вебинаристам наш файлик получить, можете писать. Если появятся вопросы о наших курсах, соответственно, вот два телефона для физических, для корпоративных лиц. Ну и я вас благодарю за то, что вы нашли время присоединиться и прийти. И до следующих встреч тогда.